Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Необычным музыкальным инструментом Называется он, если я не ошибаюсь Акукеля Нет Ошибаюсь Но это меня поправит Известнейший музыкант в городе Музыкант, который сотрудничал с огромным количеством И музыкальных коллективов, и музыкантов В его списке находятся и группы кафе И музыканты группы Федора Чистякова Аквариум, Вячеслав Бутусов, Федор Чистяков, Лена Т В общем, записывался с огромным количеством О ком же я говорю? Да я все говорю о моем хорошем знакомом Сергея Стародопцева Сергей, добрый вечер Добрый вечер, Саша Добрый вечер, уважаемые слушатели Здравствуйте Ну, я очень рад тебя видеть у нас в студии Комсомольская правда Начнем с твой рассказ о тебе С того, где ты родился Не там, где в паспорте написано А что написано в паспорте? В паспорте написано Коми СССР, Воркута Обман, а где же ты? Обман, мама ездила меня рожать в свой родной город На Волгу, Тверская губерния, Калязин То есть я родился, я в Калязине Но документы делались в Воркуте И поэтому там на автомате записали Слушай, а кем ты себя чувствуешь внутри? Калязинцем или воркутинцем? Был в Калязине в прошлом году С мамой вместе ездили на машине Тянет туда Серьезно? Там, где колокольни из воды торчит Ну, я там бывал потом Бабушка, когда была жива Проводил там лето Не одно Там есть дерево посаженное в честь меня Которое захватило всю улицу Ну, так Хорошее дерево Да, да, да Тополь серебристый А где ты учился? В первом классе, куда ты поступил? Все в Воркута это было Все в Воркуте И там же и закончил и 10 класс 16 лет, от звонка до звонка Все, всю школу, все там, все в Воркуте Все, да Чем занимались твои родители? Мама швейная фабрика Папа инженер По шахтным всяким вопросам У тебя есть братья, сестры? Родной брат Моложе меня на 6 лет И, собственно, все Больше никого Ага То есть, получается, что ты Когда ты попал в Питер-то? В Ленинград, я думаю, тогда еще Да, да Эта история вообще Постараюсь Коротко То есть, все были предпосылки Ехать в Москву Я там бывал У меня было Я был умный мальчик У меня было Безэкзаменное поступление В московский физико-технический На курс копиться То есть, просто Надо было приехать Это первый миф Который нам рассказал Сергей Стародубцев Миф? Нет, была бумага Была бумага Честно? Да, да, да Ох, ничего себе Победитель физико-математической олимпиады Там Ты хорошо учился в школе? Ну, скорее, по точным наукам Физика, математика Ага А Но при этом Это был спорткласс Господи А спорткласс с каким? Баскетбол Баскетбол? Да Девчонки волейбола Ребята баскетбол И ты достиг каких-то результатов в баскетболе? Первый взрослый разряд Собственно, никаких турниров мы особо не выигрывали Были всякие смешные победы, поражения Ну, класс! Передо мной возникает такой маленький мальчик Серёжа Стародубцев Хорошо учащийся, знающий точной науки, спортсмен А музыка? Когда появилась музыка в окружении или в сердце? На гитаре-то бренчали по подъездам Вот В каком возрасте ты начал бренчать? Ну, там была попытка в музыкальную школу меня отдать Но в те времена в дворе могли скрипку поломать И ноты отобрать Но как бы Вот у меня среди знакомых в Воркуте Никто в музыкальной школе не учился Ну, типа, западло Серьёзно, что ли? Да, да, да Ох! Воркута, да Воркута, получается Я не помню ни одного известного музыканта из Воркуты Ну, кроме тебя, наверное Валерий Леонтьев, по слухам Не, Коми там Где-то, да Не-не-не, Коми Ну, не без Воркуты там Думаешь? Да, да, да Ну, может быть Воркуте В Воркуте так считают, что вот Отсюда Отсюда, да? Да, да Заканчивается 10 класс И перед тобой, так сказать, распахиваются Все вот эти московские высшие учебные заведения А ты выбираешь? А я прямо вот аттестат получаю Вот вечером аттестат на руки И в 4 утра уезжаю в Питер Почему-то зачем я здесь не был никогда? И все Вот это правда? Да Он просто получил аттестат, взял билет и уехал? Да, отдал свою бумагу однокласснику Мы с ним одновременно вдвоем выиграли Олимпиаду И когда разыгрывали приз Ему досталась грамота А мне вот путевка в институт Потом должны были поменять Привезти второй экземпляр Вот Но что-то там задерживался Я говорю, Андрюха, на Я вон с девчонками поехал в политех поступать И не поступил Приехал в Питер И не поступил В политех И что дальше? ПТУ Профессионально-техническое училище СГПТУ 127 На Токарь Да Оператор ЧПУ И ты закончил его? Ни разу не ходил на занятия Но диплом есть Но диплом есть? На тройке вообще А пятерка по физкультуре Потому что второе место по городу баскетболу Я был тренер, играющий Заняли по профтехообразованию Все слышу Все себе представляю Музыки не вижу Не слышу Нигде Где же музыка Первый раз появилась Когда ты услышал что-то Это тебя зацепило Слушай, ну если по-честному В армию уже Никто не отменял Вот я в армию пошел Там в 19 У меня не было вариантов Отмазываться Там была травма Мне перейти сначала В 18 не забрали В 19 заберите Пожалуйста Потому что ну потом Стремно там с молодыми служить А отмазываться Как бы смысла нет Вот И привезли в Тамбов Рассортировка по подразделениям Была В спортзале Я сразу понял Что в этой части Спорт мне не светит Потому что спортзал Не тем тут занимаются Совсем Вот Хотя потом мы там Починили кольца И играли Кстати на перерасте Тамбова Между училищами То есть Активная была Такая позиция Да Вот Ну следующий Вышел Страшина Как потом выяснилось С лирками Тут вот У него такие маленькие лирки были И он спросил Музыканты есть Ну там несколько человек Сделало шаг Я в их числе Потому что он думал Ну если не спорт Пойдем значит В музыку Но ты же не музыкант Да Не ну как Я честно сказал Мне показал Он нотный листок Нарисовал ноту Говорит Что это Я ему сказал Нотный стан Да я сказал Это нота Он говорит Молодец Пойдем Через три дня Поставили уже в коробку С тарелками Вот А через Коробка большая была 16 человек Да Приличная Там половина не играла Как Ну там сменяется же ножок А коробку держать надо И некоторые Как бы Ну кто-то там тарелки Барабаны Но это как бы можно Если у тебя есть чувство ритма Играть сразу И на большом барабане Поиграл По дембель на малом Потому что Через три месяца Я на дудке уже играл Вот пять маршей Так называемый монтаж Вот Так вот было Надо было альбом Дембель Сеюга Ты талантливый человек Просто А оттуда вторая доля Понимаешь Я играл на альтушке Вот эти всякие штуки В одно лицо сдавать Очень тяжело партии Когда 15 минут Вот этого вот И потом соло басов Па-па-па-па-пам Ох мечта Что ты предложишь Сейчас нашим радиослушателям Чтобы они услышали Ту песню Которую ты Сейчас назовешь Ну наверное Чтобы познакомиться Товарищ сержант Все таки Аааа Конечно Такие добрые воспоминания Об армейской службе Об альтушках Обо всем Конечно А вот никакой там армии нет вообще И был прикольный случай Как-то позвали нас сниматься В сериале Государственная граница Да Был такой сериал Да И снималась одна серия В Выборге Нас позвали туда Вот С этой песней Товарищ сержант Первое Что я приехал К режиссеру Я спросил А вы в курсе Что там вообще не про войну песня Там про милицию песня А не важно абсолютно Сержант сержант Все пошла песня Тогда без разговоров Слушаем Товарищ сержант Поехали Сержант 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 Товарищ сержант Два часа до рассвета Ну что ж ты зараза мне светишь в лицо Товарищ сержант Скоро кончится Скоро кончится лето И ночь хороша Словно сказочный сон В карманах галяк Я опять навели И рад бы домой До мосты развели Товарищ сержант Забудь обо всем И со мной покури Заревал в небе ночном Гулка на надык дали Видимо спорит опять Братма Ветер залил опаду Мерзнут в подвале бомжи В мокрых мурашках река Нева Товарищ сержант Два часа до рассвета Ну что ж ты зараза мне светишь в лицо Товарищ сержант Скоро кончится лето И ночь хороша Словно сказочный сон В карманах галяк Я опять навели И рад бы домой До мосты развели Товарищ сержант Забудь обо всем И со мной покури О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ну что ж ты, зараза, мне светишь в лицо Товарищ сержант, скоро кончится лето И ночь хороша, словно сказочный сон В карманах ковяк пятый день намели И рад бы домой до мосты развели Товарищ сержант, забудь обо всем И со мной покури Редактор субтитров А.Семкин В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге В программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба У нас сегодня в гостях музыкант, питерский музыкант Сергей Стародубцев Серёж, скажи мне точно, всё-таки мне и всем нашим радиослушателям Как называется тот музыкальный инструмент, на котором ты играешь? Ну вот основной мой рабочий инструмент Я всё-таки не одним инструментом владею И не один записывался И даже песни выбирали по принципу Вот где бы звучал этот инструмент Это всё-таки мандолина Мандолина А вот эта маленькая гитара, которую я неправильно назвал Она называется Она и есть мандолина Это и есть мандолина? Да, это мандолина, только она не аполитанская, не португальская Как вот все знают, а их мало Это американская мандолина Она плоская, она типа скрипка Можно сравнить с маленькой гитаркой Такая маленькая-маленькая гитарка Сколько я вот, когда гастролировали Активно натерпелся Звуку операторов разных названий Когда там, эй, вот этот человек с маленькой гитаркой Причём они знают, как она должна звучать Не знаю, как она называется Вот это поразительно Я однажды человека поставил в неудобное положение Подошёл тихонечко с мандолиной к пульту После саундчека Я говорю, слушай, вот как это называется? А, я говорю, а почему ты знаешь лучше меня, как это должно звучать? Не знаю, конечно, откуда он может знать Не, ну вот эти, конечно, инструменты Они у меня все экзотические Там лэп стил, так называемый Есть добрая гитара Лэп стил это... На коленях лежащая А, это гитара, которая лежит на коленях И при игре на ней используется Шелезяка вообще Такая, да, железная на палечку Нет, просто железный такой Такой брусочек такой, да И им вводят пост по тяжёлым по струнам Типа гавайская гитара, как бы А ещё, что у тебя есть в репертуаре музыкальных инструментов? Ну вот сейчас с соседей стою пятиструнная банжа Появилась приличная Вот, но она... 12 килограмм весит Банжа? Да, да 12 килограмм? Да, 12 килограмм Серьёзно Это гипсон хороший, настоящий Не сочтите за рекламу Не-не-не Армия закончилась Ты решил уехать обратно Или всё-таки решил остаться в Петербурге? Не было даже никаких мыслей Я в Буркуту ездил в отпуск А вернулся в Питер И пошёл на завод Работал на заводе И там, собственно, мы начали играть музыку Вот И один из первых вариантов названия был Типа красный уголок Потому что в перерыве, в обед Мы не обедали И там на смешных инструментах А потом Пита всё дело переместилась В сушилку для фуфаек Вот И мы репетировали там Назови хоть название Этого прекрасного завода Который дал тебе музыкальный толчок Завод Объединения Знамя труда Имени Лепси Вот Даже для меня Закрытое название Четыре площадки Сейчас всё снесли Везде микрорайоны там стоят Долго ты там работал? Ну, пока не получили жильё уже своё Потому что жили в общежитии до этого Ага, даже так, да? Да, да, да Ну, вот так хорошо Группа называлась первая Красный уголок Ну, она такое название не получила А всё-таки это уже был Файн-стрит Это музыкальное направление? Нет, это прям группа такая была Файн-стрит А, Файн-стрит, точно, группа Господи Я вот эту пластиночку принёс у меня О, Файн-стрит, конечно, помню О выступлении И выступление этой группы, помню, отлично Это вот там, где мы на самом деле Научились уже играть То есть с нуля Считайте С красного уголка Это был Рустам Маминов Покойный, к сожалению А кто был в коллективе? Вот был Рустам Маминов изначально Вова Липунов Играл на контрабасе То есть сначала мы все играли на гитарах Вот Потом Рустам взял банджо Это название придумал он То есть это Файн-стрит Да, да Было сложно выговаривать И до сих пор Потому что как бы Он не склоняется Где играешь Там Ну вот сейчас уже столько лет прошло Уже Привыкли Да, уже привыкли Более того Там появился Есть издательский дом Файн-стрит Который Уже все спрашивают Почему вот так вот Вдруг Ну Это Не из этой части Слушай А получается, что Вот в первом музыкальном коллективе Которым ты Сотрудничал Особо профессионалов не было Никто Ни У кого не было музыкального образования Ну Сам Рустам владел Сон Скрипач Прежде всего Ох Вот Его потом Как раз Все пытался освоить Пятиструнное банджо У него не сильно получалось Но вот приехал Как раз Никогда не было банджистов В этом городе Пятиструнников Вот Часто есть один И все И самое интересное Что их не появляется И никто и не учится И никому это По большому счету Не надо Но банджо Очень специфическое Звучание Очень Да Но хороший инструмент Который весит Двенадцать килограмм Он звучит Он поет В отличие от того Которые дребезжат Там И по ушам Ездят Уважаемые радиослушатели Как красиво прозвучала Сленговая Оборот В устах Сергея Инструмент не играет А поет Первый раз услышал Очень круто сказано Инструмент Который поет Надо было принести Но тяжелый Хоть тут и рядом Нет Но мы Во-первых Мы услышим Это все В музыкальных произведениях Которые звучат Что было дальше Как раз Банджи Это вот в этих Наверное Которые мы запланировали Там его и нет Ну Тогда Наши радиослушатели Смогут услышать тебя На концертах Группы В которых Ты принимаешь участие Совсем недавно Я видел тебя На сцене GFC Как назывался коллектив? Это был Sunrise И Это был мой Маленький бенефис 55 лет Мои поздравления Они должны были Прозвучать Но ты меня чуть-чуть Опередил С днем рождения Тебя Сергей Спасибо Спасибо И там еще Выступал проект Такой Физкульт Привет Русскоязычный Потому что Маленький бенефисик Из двух Физкульт Привет Известный коллектив Будем играть тут 10 июня В Грибоедове Очень хорошо Хорошее место Как раз именно там Часто я и слышу Данный коллектив В клубе Грибоедова Что дальше Вот появляется Файн стрит А дальше Твое музыкальное становление Как оно идет Как оно становится Самая опять же Неожиданность Опять как у меня Все это происходило Да В какой-то момент Мы все-таки Решили играть музыку Которая называется Плюграсс Вот А она подразумевает Достаточно строгий Набор инструментов Полным набором Мы в принципе Не обладали И музыкантов Таких не было То есть там Ну понятно Рустам играл на бандже Предполагалось Мандолину Сучить Миша Антропову Он классический гитарист С образованием Он сейчас живет И работает в Мюнхене Преподает Там альбомы пишет В музыкальной школе работает То есть он Работает классическим гитаристом Вот О дне рождения Мы играли тогда на улице Играли подарки Я это играл на гитаре Там еще на ударных Все-таки в армию Ты был уличным музыкантом Да, мы зарабатывали Приличные деньги О, об этом отдельно Я тебя спрошу Но чуть-чуть позже Потому что сейчас Я бы снова хотел Чтобы наши радиослушатели Услышали какой-то Музыкальный трек Который ты предложишь Нашему вниманию А давайте с козырей Группа Аквариум Альбом 11-го года Архангельск Песня называется Марш священных коров О, слушаем Могу маленькую историю Да Маленькую историю Если кому интересно Можно залезть на сайт Аквариума Найти альбом Архангельск И почитать список музыкантов Принимавших участие В этом альбоме Вот там состав Аквариума Потом 30 имен Заграничных музыкантов И единственных стародубцев Которые там Из не Аквариума Наш русский Браво стародубцев Слушаем эту песню Хватит развлекать с меня Не то я завою Лучше скажем Нет Насилью и развою Скажем Нет Развою и насилью И уподобимся Блаженному Василию Блаженному Василию Блаженному Василию Блаженному Василию Моя профессия с утра до полдорого Считать, что я твоя священная корова Священная корова, небесная мама Пускай питательна, но не всегда гуманна А если мы заездим в полозе идти Я буду первым, кто крикнет, эй, водка, мартини Шейкин, отстань Русь слышал Коровы знают Коровы в курсе Открой глаза, смотри, они взлетают Смотри, вот они взлетают Так мы летим вперед, и пусть мы не искатен Но ты, Отечество, нам сладок и приятен Спасило солнцу, чтоб у нас над головою Но будь готов, что я все равно забою Как нам не стыдно так погрязнуть в рутине Догадайся, что делать, когда нет морзины Смотри, мистер волк Смотри, мистер волк Субтитры создавал DimaTorzok А вот Файнстрит-то как бы и пошел. Была сначала улица, потом на улице были разные... Расскажи про улицу. Честно говоря, передача «Легенда и миф» Ленинградского рок-клуба в эфире практически уже два с половиной года, но у нас за это время практически не было ни одного музыканта, который бы так играл на улице. Или хотя бы вспомнил об этом. Ты сказал, как на улице? Ну, какое-то время, не знаю, часть музыкантов считала это зазорным, наверное, играть на улице. А так как мы целенаправленно... Я же говорю, мандолину-то мне же случили на день рождения. Да. В результате. Не миши. Сказали, на день рождения мандолина учись настраивать и вперед. Я сначала как гитара пытался ее настраивать, потом понял, что струны рвутся. Вот. Нашел паспорт от мандолина. Нашел. Интернета же не было. А сколько там струн на мандолине? Ну, восемь, но по факту четыре, а не по две. Ага. Вот. И... Ну, и так аккорды сам придумывал, искал бы. А потом пошли уже на улицу играть, потому что... Про рок-клуб. В рок-клубе не было отделения кантри-музыки. Ну, никак вообще. Ну, рок-клуб, конечно. Какая кантри-музыка, да. Какие банджи там и все. Поэтому единственное место, где было, в принципе, возможно, как-либо было играть, это была история. Вот иди на улицу. Мы нашли место, хорошее подарка главного штаба, где хорошая акустика. Потому что это сейчас музыканты, я смотрю, все с колонками и все. А мы вот играли под этой аккой и собирали там народ так, что милиция просила делать перерывы, потому что тогда еще движение там было. Да, было. Был поворот с Невского направо. По 200 человек собиралось народу вокруг нас. И нас знали, приходили. Мы играли четко по пятницам раз в неделю. То есть, не абы как. В конкретное время. Три сета по 45 минут. И это была зарплата раз в неделю больше, чем зарплата на заводе. Скажи мне, ты оговорился, да, или ты специально так сказал, что к вам подходили милиционеры и просили вас сделать перерыв? Ну, именно. Это так было? Да, да, да. Они не забирали вас сразу в кутузку? Нет, там не было ничего такого. Они сами слушали с удовольствием, но просто народ, когда был проезд для машин, они молчали. А когда народу набивалось больше, арка, она же узкая достаточно. Там, ну, сколько там. То есть, ты хочешь мне сказать, что вы сотрудничали с органами милиции? Они, в общем, помогали. Никогда они с нас ничего не брали. Вот, я не знаю там. Я знаю, что была еще отдельная история уличных музыкантов. Это так называемая труба. Да, это. Теплая и холодная. Теплая и холодная. Свои две разных истории. Вот Леха Смирнов, который... Нет, нет, нет. Я должен рассказать нашим радиослушателям, что такое труба. Труба — это переход под Невским проспектом. Теплая — это там, где гостиный двор и переход к пассажу. Из метро, да. Да. А холодная труба — это там, где дума и, соответственно, вот этот... Нет, наоборот. Холодная, которая к Садовой. А, холодная, которая к Садовой была? Да, да, да. А теплая, которая к Грибоедову. А теплая, которая к Грибоедову, потому что там выходила метро прямо в эту трубу и там было тепло. Извини, я ошибся. Спасибо, что поправил. Что говорит о том, что ты точно знаешь, где ты играл. Потому что Леха, он из холодной трубы. Это была группа станции Вултон. Я про Леху Смирнова. Леха Смирнов, тот, который был у нас, один автор тоже песни «Товарищ сержант». Вот. И он уже позже в Файнстрит попал, потому что там приличный английский, приличный вокал, приличная гитара. Мы уже были с запросами, поэтому Леху выбирали. О, то есть не просто так. Кастинг был, да. Леха песни нам пел красиво. И вы такие строгие. У нас был московский москвич, банджист Дима Лохаромеев. Он как раз здесь жил там года три у нас. У нас играл с нами, с нами ездил. Потому что в Питере просто не было ни одного. В Москве было больше банджистов, чем коллективов. Поэтому Москва поделилась банджистом с Питером. Да, теперь очень редко, практически никогда не спрашиваю про заработки, но ты проговорился сам и сказал, что вы неплохо, действительно уличные музыканты зарабатывают неплохо. Ну, на тот момент это был 90-й год, 91-й. Мы вот два лета играли. Играли только, когда было тепло. Играли только по пятницам. То есть мы не бомбили с утра до вечера. Мы просто выходили, по сути, катали программу. Три сета, грубо говоря. Играли одно и то же. То есть это сет одно, потом народ расходится. А там всегда народ. Кто-то возвращался и еще раз слушал. Кто-то на кого-то по новой. Дети слушали, бабушки слушали. Музыка очень добрая, приятная, живая. Никаких батареек не было. Все там контрабас, гитара, мандолина. Банджи, опять же, никто не видел никогда в глаза, как играют когтями на пятиструнном банджи. Да еще специальные коготки одевают. Да, да, да. Это же кантри-музыка. Это некий шоу по любому самому. Даже внешний вид. Какие-то там шляпы. Сапоги? Смешные носители. У меня есть сапоги хорошие. На деревянных глазах. Все по взрослому. О, ничего себе. Скажи мне, а как вообще воспринимается игра на улице по сравнению с игрой на сцене, где тебе там занавес, кулисы, все открывается? Это удивительное же соотношение. Слушай, я вот, так скажем, вышел на публику, да. Как сказать, первый выход на публику, его нельзя трепетировать все равно. Да. Это как, извини меня, как-то у нас, я работал администратором в клубе, но и в 90-е там стриптиз как бы повсеместный. Было. Приходилось общаться, расплачиваться с девушками, которые, собственно, в ниточках просто и все. За зарплатой она пришла, я ей вот плачу. Ее в глаза смотреть надо. Вот. Я к чему это сказал-то, что... Это к тому, что работа есть работа. И она каждая хороша и по-своему где-то тяжела, наверное. А я к чему говорю, что вот стриптизм можно репетировать сколько угодно дома, да, но он сильно отличается, первый выход на публику, да, его нельзя отрепетировать. Он, это вот первый выход музыкой, но для меня был приблизительно то же самое. То есть в какой-то момент у меня вот встала некая такая вот вокруг себя сфера, да, которая обмечает музыкантов и может быть там первый ряд. А дальше были там и большие сцены, и стадионы, и все. Она не увеличилась, она осталась... Она осталась такой же, первый ряд. Она осталась, а там у меня может быть никого вообще, и я не буду, для меня нет разницы. Это может быть 20 тысяч человек. Видел самое большое со сцены, это 50 тысяч человек. Когда товарищ сержант гремел из всех приемников, мы играли... Из всех утюгов, холодильников. Да, 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 и тостеров. Да, и тостеров. На опрашке я как-то идучи шел, слышал из этих «Союз-23» сборник, что ли, был там, следом за Киркоровым был товарищ сержант. Нет, но песня действительно поставила просто всех на уши. Что сейчас будем слушать? Какую песню? «Аквари» мы уже послушали. А давайте метнемся в обратную сторону. «Корольный шут». Ох, ничего себе! Да, только надо дослушать, да там еще соло у меня будет на «Мандолине». Вот, и с ребятами ездил я даже с этой песней на презентацию альбома. Это альбом, по-моему, акустический альбом, это у них так назывался. Акустический альбом, по-моему, 2011 год или 10-й. Десятый. «Танец злобного демона» песня называется. И альбом, по-моему, так же он называется. Слушаем. «Танец злобного демона» «Танец злобного демона» «Танец злобного демона» Камыра Азарник Любитель книг Ловкач и грок Жизнь между строк И потому Открыт ему Незримый путь В любую суть «Танец злобного демона» На страницах произведения Эта игра без сомнения Обреченных ждет поражение Ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай От зубой душу яд Всегда он рад Всего за час Прочтет он вас Он волен взять И поменять Строгу и с ней Смысл темы всей Танец злобного гения На страницах произведения Эта игра без сомнения На причол их ждет поражение Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай Открыт роман, читатель я Разлив вино, шагну в окно Танец злотного гения На страницах произведения Эта игра без сомнения Обреченных ждет поражение Ла-ла-лай, ла-ла-лай Ла-ла-лай, ла-ла-лай Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай Танец злотного гения На страницах произведения Эта игра без сомнения Обреченных ждет поражение Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-лай, 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 ла-лай В студии радио «Комсомольская правда» В Санкт-Петербурге в программе «Легенда и мифы Ленинградского рок-луба» У нас сегодня в гостях музыкант С которым мы уже познакомились почти в течение нашей сегодняшней передачи Ну и теперь мой вопрос, Сергей, к тебе еще Король Шут Фантастический коллектив Который ворвался просто в нашу рок-н-ролльную жизнь Какие они были в жизни? Какой был горшок? Мы пересекались немного То есть даже, скажем, как-то мы пересекались на каком-то рок-фестивале Был такой клуб «Лесопилка» Да На Лесной Мы там получали приз какой-то, не помню Как За сохранение традиции питерского рока Что-то такое Какой-то мини-фестиваль Красивый приз Да А Король Шут был Новинкой года Мы в одной гримерке были с ними Мы сидели в карты, играли Но прикол в том, что парни как раз Они тогда топылились по полной форме И вот, что реально запомнилось Я не помню даже Ну мы тоже были не ангелы Все были не ангелы Поэтому Но на сцене ребята Вот Если у нас было незаметно ничего То там было все хорошо видно Что ребята вообще Никакие Никакие, вообще никакие Вот А я Вижу один гитарист Там Прямо ответственно подошел Борется там со всем Все на нем держатся Когда все закончилось Они вышли в курилку Он с гитарой Так что нужно с собой тащить Я говорю Слушай, братан Мне тоже там иногда приходится На себя брать Сегодня я посмотрел Как ты это делал Это круто Единственный трезвый человек Я не договорил Он упал Не буду говорить Кто Но это было Смешно Да знаем мы все эти фамилии И конечно Помним мы эти первые составы Группы Король и Шут Но такая Правдивая история Хотя я видел Вот в Москве как поехали Вот как раз С презентацией этой песни Что мне Во многих Да везде Во всех песнях Где я записывал За счет того Что я не классический Мандолинист А людям Вот хочется мандолину И одни Когда приходишь в студию И что-то записываешь Они прежде всего Хотят услышать мандолину Вот в их понимании Уно-муно момента Там или что-то Вот подобное Под мандолиной Подразумевается Ну конечно Вот как правило Приходится как бы Вот кстати Борис Борисович Только он знал Чего он хотел Вот потому что Ему нужна была Именно ирландская мандолина Вот И я теперь знаю Какая песня будет следующей Потому что Привел меня туда Покойный Боря Рубекин Клавишник аквариума Да И он же звукооператор Вот И он же меня познакомил С Денисом Денисом Розовым Есть такой музыкант Автор Вот и там Очень красивая мандолина И история Ну можно попозже Рассказать ее Ближе к песне Или Сейчас все-таки Про Король и Шут Про Король и Шут Да Давай как бы Закончим Как бы эту историю Но то песню обязательно поставим Обязательно услышать Конечно Как Дани Борю Рубекину И просто хорошая песня И там есть сейчас Смешная история Скажи мне А когда ты приходишь Ты же сессионный музыкант Ты же не являешься Как бы членом группы Король и Шут Ты сессионный музыкант Которого Мы сотрудничали Которого пригласили Да На запись Определенной Какой-то песни Или какого-то трека Или какой-то Может быть мелодии Там даже не один трек По-моему Там два или три трека Там в одном Где-то я добро записывал И потом еще там Скажи мне Сереж А вот ты когда приходишь Ну в другой коллектив С сессионным музыкантом Я очень давно Хотел задать этот вопрос Вот именно С сессионным музыкантом Как тебя встречают Как к тебе относятся Потому что С одной стороны Ты тот человек Которого они специально позвали Со своим звуком Со своей подачей А с другой стороны Ты не член этого коллектива И твои звуки В общем они немножко Посторонние Для традиционного звучания Какое ощущение Вообще Вот у сессионного музыканта Или ты такая Приходишь на работу Отработал Деньги получил Ушел Ну как Если Как говорится Хочется быть счастливым Сделай так Чтобы Любимое хобби Стало работа И вот тебе счастье Вот И когда Извини меня Я записываю Там Букара Шатал Аквариум У этих всех людей Еще получаю за это деньги Это Это приятно Что не ты там Как-то туда Потому что тебя позвали Вот вопрос Как позвали Как ты говоришь С видением звучания Да Вот в короле шут Меня позвал Каспер Это Дима Решков Скрипач Скрипач Да Потому что мы давно знакомы И скрипка Мандолина Родственные инструменты Он у меня Иногда у меня Электро-мандолина Он иногда у меня А на скрипке есть лады? Да На скрипке нету А на скрипке нету А на скрипке нет лады А строй одинаковый А строй одинаковый Точно Да А строй одинаковый Но у меня мензурка побольше Немножко Все таки а на струнке подлиннее А на электромандолине вовсе четыре струны Не надо по две Примочку воткнул и можно по две включить И Каспер тебя позвал на запись Да, он меня позвал на запись И как обычно от меня хотели именно мандолины Именно он и он и момент Потому что они писали акустический альбом То есть был до этого альбом в электричестве А мы когда-то рептировали на одной точке То есть я в принципе Не то чтобы не фанат Я в курсе, что они играют Но когда мне дали демо Сказали, что вот эту акустику надо будет записать Ну песни-то известные Я слушаю и думаю А в чем акустика заключается В том, что ровно тот же ломовой драйв Который вы ломите в электричестве И вы под те же барабаны Сейчас исполняете на электрогитарах Лена Т прикладывает туда руку Какая это так себе акустика То есть анплактом это точно назвать нельзя Потому что лом там Ну вы слышали Все то же самое А потом уже, когда я записал То есть в начале песни Там происходит то, что они попросили А потом соло Которые говорят Дайте соло сыграть Потому что У нас в студии же там дырка Еще никто-то не дописал Я писал там в самом начале Один из первых Я говорю А теперь дайте я вам драйв прочешу Через эту песню И соло сыграю Ну попробуй Попробовал Они говорят Поедешь с нами на гастроли И поехал? Да В Москву ездил Тоже было гастроли удивительное Впервые у меня такое было Что я приехал в Пулково С паспортом один Потому что они откуда-то возвращались А мы уже работали с Федором тогда И Федор Чистяков Да Я, к сожалению, не попал на презентацию Альбома Короля Шута В Питере Потому что у нас с Федором Была гастроль Но попал вот в Москве А так как графики были жесткие Мне был Они улетели раньше Я летел один Я пришел с паспортом к стойке Ничего Ни билетов Ничего Я стародубцев То есть там администрирование Это жестко очень Король Шута Это серьезная организация Да А обратно Я просто ехал без билета В одном купе С князем С Каспером И с каким-то их администратором Который просто меня завел в вагон И проводник не спрашивал Ни билетов Ничего Я просто ехал Вот это профессионализм Очень все, да И как они меня оформили Я в одной песне играл на добро На другой песне играл на мандолине Концерт с двух отделений Пятитысячный зал И чтобы я сегодня не утруждал Там и не парился Первое отделение заканчивается песней со мной Второе отделение начинается песней со мной То есть я играю по сути И ты свободен Я свободен, да То есть я прихожу к перерыву Отыгрываю два номера И могу уходить Слушай, вот ты рассказал Какие-то фантастические вещи Про организацию Внутреннего Внутреннего процесса Короля и Шута Я это все знаю Совершенно с другой стороны По тем фестивалям С которыми мы трудились вместе Но ты сейчас Фестиваль Это другой праздник Да, да, да Совершенно верно Ты сейчас рассказал О сольном концерте Презентация альбома Презентация альбома Там скрипичная группа Сидела там Оркестр Да, и там, конечно Я на подиуме Как это Отдельный Такой красивый Ну Я думаю Что Сергей Стародубцев Продолжит наши Интересные рассказы Человека Который на самом деле Является музыкантом Который входит Совершенно в необычные Классные Кайфовые Коллективы И играет вместе с ними Те партии Которые нравятся И которые он предлагает Этим музыкантам Сейчас мы прощаемся с тобой Но до следующей субботы Со всеми радиослушателям Мы прощаемся Всего доброго До свидания Пока До свидания Ленинградского рок-клуба Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин